Девушки отдыхают Если про Бентли Я говорил, что на них ездят геи То вот на этом Ездят те, кто их, сука, взбадривает И, кстати говоря, не только их У меня была такая тачка И купил я такую тачку С названием G55 AMG За почти 9 миллионов рублей В 2008 году Я покатался на ней 2 года И продал ее за 3,5 миллиона рублей Перекрестился и был счастлив, что отдал эту машину Но самое прикольное, я могу сказать Когда у меня был Гелендваген Я подъезжал на светофор и я понимал What the fuck? Я отдал 9 миллионов за тачку А таких, как я, еще 3 тачки стоят на светофоре У нас город не миллионеров Миллиардеров каких Гелендваген это машина Которая дает тебе какую-то странную энергию Вот я вам сейчас покажу Как ведет себя владелец X5M Привет, 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 парни Там владелец, например, там Субарик какой-нибудь А, да, здорово, 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 братан Здорово, отлично Я хочу, чтобы сейчас все владельцы Гелендвагену Посмотрели на себя со стороны Здорово, братишки, здорово Как там хриплые? Нормально Привет Слушай, на похороны не заехали Вопросы в доме было Ладно, пацаны, давайте Вопросы, дела у меня Давай, поеду, лампочка повезет Давайте Но При всех вот этих вот Вот этих вот, типа, крутых моментах И вот этой истории из 90-х В этой тачке нету ни хрена Вот это вот колесо, да Оно постоянно болтается Оно постоянно мешает Оно гремыхает на всех ямках Не важно, что эта машина стоит там 10-11 миллионов Вот эта вот крышка багажника Невменяемая просто Она невменяемая Она неудобная Вот это Что такое? Что это было? Будете проходить около Гелендвагенов? Посмотрите Вот эти все петли Все разваливаются Вся краска вот тут отваливается на этих машинах Вот у нормальной машины Лобовое стекло стоит под углом Муха летит Она врезается И отлетает У вас остается мокрое пятно В случае с Гелендвагеном Ты валишь Сбиваешь эту муху Тело остается на лобовом стекле И дальше она валит с тобой в Санкт-Петербург Понимаешь? Ты приезжаешь в Санкт-Петербург Все тела, которые ты убил с тобой Эта машина носитель улик Эта машина По определению должна быть остановлена На каждом постуге БДД Для досмотра Пойдемте посмотрим, что в этой машине лежит Все нормально Наушники Броники Все как положено Передняя часть автомобиля Капот Весь вот этот пластик Все бампера Всему конец просто Пескоструй Так жестко Песок просто врезается В эту форму Красить надо постоянно Вот эти части Вот эти Вот эти части Просто матовые становятся Через 15 тысяч километров Зимой вообще конец Вот это все Вот это все белого цвета Просто пескоструй Вот здесь Вот эти части Вот эти части Вот здесь Все пескоструй Все Есть люди, которые приходят нам и говорят Пацаны, поклейте нам тачку У нас гелик Тут же все ровно Все просто Гелендваген Это одна из самых дорогих машин По поклейке Одна из самых дорогих Адский труд Адская работа Несмотря на то, что вам кажется Что он прямой Вот оно это сердце Которое прикольное Которое мощное Но которое Пока в моем понимании Ненадежное Хотя эту машину Производят уже не первый день Конструкторы Мерседесы У меня вопрос Почему нельзя вот такую херь Вторую поставить Вот здесь Посмотри на капот Вот я закрываю капот Машины За 10 миллионов рублей Посмотри внимательно капот Ты видишь, он гнется Это нормально? Он уже кривой Посмотри Ты видишь, он уже кривой На этой тачке Тебя боятся все Че, как на велике? Что? Как на велике? Отлично Нормально Поменяемся? Боится На Гелендвагене Невозможно познакомиться Даже если ты Сука Алан Делон Невозможно Просто Эта машина Внушает Ужас И панику Просто В любое женское население Девушки У нас эксперимент Проводится Можно вопрос один Какое у вас Ощущение Когда с вами Пытаются познакомиться Вот на таком автомобиле Только честно Ну Мы бы не хотели Не хотели бы Вы бы познакомились С молодым человеком На таком автомобиле Нет Вот все говорят Нет А почему? Очкова, да? Ну да Спасибо большое Почему С мужчинами На таких автомобилях Девушки не знакомятся? А вы бы знакомились? Нет? Про салон И про кнопочки Я Не вижу смысла Рассказывать Пусть это делают Различного Рода Ложки Которые любят Подр***ть В пульте И Порассказывать Про Различные Менюшечки Мне это не интересно Чем эта машина Удобна в городе? Только Одним Она может Ездить По любым Дорогам Остановить Эту машину Просто Невозможно Представьте У нашей экстремальной Ситуации Держишься Бьют тормоз В пол Только нет Ничего Он так остановился Старый Останавливался Похуже Вася С кем ты Гоняешься 140 Ощущение Как будто 200 Идем 150 160 180 О Свист Слышал? На этой тачке Майбах Можно Отобрать Сидит Какой-то Сзади Нога На ногу Вообще Ничего Не боится И водитель Тоже Какой-то Х** Сидит Тут Вообще Пи*** Гелик Машина Для города А не Феррари Сегодня Какой-то День Лохов Ой 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 Смотри А сейчас Гелик Лезет Все Лезет Все равно Улыбается Сейчас Я вам в жопу Дам Он будет Улыбаться По-другому Давай Подлезь Под меня Я прям Наеду На тебя Отвечаю Ха Дернулся Да 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 Братан Это все Фигня Просто Смотри Ты видишь Что он делает Давай Давай Вот все В повороте Мы проигрываем Видишь Она душит Газ А он Уходит По прямой Гелик Не едет Ни хрена Я бы уже На иксе Уже Там И мы еще Не остановимся Давай Конечно Давай Давай Смотри Смотри Как папа Может Летеныш У него Мощности Больше От папы От папы Еще Иду Не ходил Ах ты мой хороший Ах ты какой Нахуй Хенды Ты мне всю жизнь Испортишь Сейчас Все Кормоза Поплыли Давай Все Мы его сделали Отлично Что Где он Он повернул направо А я Профукал И попал в пробку Но даже Из этой ситуации Можно выйти Дима Стоп Хам Прости В салоне Положить Никуда Ничего Невозможно Маленькое Отверстие Здесь И маленькая Какая штучка Тут Бардачок Какой-то Непонятный Странный Все Она Некомфортная На этой машине Устаешь Помимо того Что ты Устаешь Потому что Ты постоянно С ней работаешь Ты Постоянно Что-то Куда-то Рулишь Ее Ловить Надо Постоянно В повороте Надо Ловить На разгоне Даже На прямой Дороге Дорога Должна быть Либо Идеально Ровная Чтобы Он Не Рыскал Никуда Почему Он Рыскает Я Вообще Не Понимаю Но Машина Это Исправно Разница Вот Она Айфон Вот Этот Монитор Проще Проще На присоске Айфон Вот так Поставить Монитор Старая Графика Некрасивая Ничего Супер Хорошего Дизайна Какого-то Не Замечаю Что Они Изменили В Этой Машине По Сравнению С Прошлой Типа Алькантара Но Какая-то Сраненькая Она Как Вот И что За Пластик Что Вот Как Как Вот Из Такого Пластика Можно Было Сделать Такую Стоимость У Машины Как А Ничего Космического Нет А Музыка Ну Вот Когда В тест Драйвах Начинают Включать Музыку И Говорят Послушайте Какая-то Прекрасная Музыка Я Всегда Сижу Около Монитора Такой Вы Что Дебилы Что Вы Что Больные Что Как Я Могу Оценить Музыку Если У меня Динамики Идиотские Дома Стоят Или На Маке Они Пукают В дисплей Знаешь Олег Вот Ехать Куда-то По Грызи На Этой Машине Неинтересно Вот Хлопнуть По Железной Дороге Вот Это Интересно Дороге Бампер Оторвем Сразу Я Никогда Не понимал Людей Которые Делают Различного Рода Обвес Бампера На Такие Тачки Это Неправильно И Например Вот Этот Бампер Вот В Этой Модели Он Уже Не Такой Как Был Раньше Посмотрите Чуть Глубже Ты Куда-то Заехал Все Он Уже Не Такой Серьезный Как Мог Быть Я Конечно Хотел Вот Тут Переехать Сейчас Но Делать Этого Не Буду Во-первых Потому Что Мне его Жалко Ну Просто По Человечески Машину Жалко И Поэтому Я Не Понимаю Машина Которая Называется Гелендвагеном Должна Лазить Везде Должна Ездить По Ужасным Дорогам Должна Ездить По Полям Должна Ездить В конце Концов По Казахстану Судя По Нашему Пробегу Но Большинство Этих Машин Покупают Для Того Чтобы Ездить В Город Большинство Этих Машин Ездят В Город Они Жрут Огромное Количество Топлива За Них Платишь Налог На Роскошь Дорожный Налог Страховку Бензин И Обслуживание А еще Эта Машина Теряет Свою Стоимость За Два Года Больше Чем 50% Эта Машина Становится Золотой Бестолковой И Все Как Не Крути Гелик Есть Гелик Его Можно Любить Его Можно Ненавидеть С точки Зрения Качества И Того Какой Он В Использовании Я В Много Рассказал Но Все Равно Эти Тачки Покупают Эти Тачки Покупают Потому Что Аналогов Этой Машине Не Существует Всякие Дефендеры Это Все Несерьезно Это Мерседес Это Стиль Это История И Это Мощный Хороший Двигатель Хороший Под Вопросом Гайш Но Достаточно Мощный На Этой Тачке Можно Разложиться В Любую Секунду Только Из-за Того Что Ты Просто Просрал Руль Или Не Понял Что Происходит В Реальности Здесь Достаточно Хорошие Тормоза Что В Принципе Удивительно Потому Что На 55 Компрессор Компрессоры Они Были Гораздо Хуже Вот Он Тормозит Сейчас Аж Сам Педаль Уходит Он Сам Притормаживает И Все Напрямик Вышел Он Прям Поскакал Короче Парни Давайте Так Говорить Что Это Говно Это Значит Плюнуть Всем Любителям Гелендвагенов В Грудь Плюнуть В В Душу Им Это Тачка Говно В Многих Тест Драйвах Люди Делают Следующую Вещь Они Садятся На Заднее Сидение И Показывают Расстояние До Следующего Сидения С умным Лицом Говорят Здесь Удобно Или Мне Неудобно Тут Еще Кто-то Сядет Расстояние До Переднего Кресла Довольно Внушительное Слушайте Вот Я вам Сейчас Покажу Что Нужно Рассказывать Про Заднее Сидение Сделаю Это Без Дополнительного Освещения В центре Москвы Вот Тут Прям Включу Вот Аварийку Вот Прям Вот Выйду И Покажу Олег Пойдем Я просто Раз и навсегда На всю страну Хочу показать И объяснить Этим всем Тестерам Этим всем Обзорщикам Я не знаю Что нужно делать Реально Пацаны Когда покупают Эти тачки Интересует Их Другое А Интересует Парней Одна Простая Вещь Как Трахаться В автомобиле Вот Гелик Да Дверь Удобная Высокая Вот Представь Что твой рюкзак Это телка Вот Мы ее завалили Туда Значит О привет Малыш Вот Это Расстояние Тут Много места Мало места Это вообще Не интересно Отодвинул Там И суль Там Иди сюда Взяла На клык И так далее Здесь Реально Удобно Здесь Трахаться Можно В полный Рост Пацаны Здесь Очень удобно Это как маленький Хороший Качественный Домик Вот и все Что я могу Сказать Про задние сидения С вами был Ярик Давидович И дальше Я считаю Что последний Тест на этой Тачке Должен быть У людей В бронежилетах И с оружием Пока В Подмосковье Говорят О появлении Автоманьяка Или целой Банды Автоманьяков Расстреливает Водители На федеральных Трассах Оружие Из которого Неизвестные В одном из эпизодов Расстреляли пенсионеров Фигурировало Еще в десяти Нераскрытых Громких Преступлений Которые Произошли В столице Альберт Вышел Из автомобиля В этот момент Его Расстреляли В упор При этом Никаких Ценных вещей У него Не взяли Врагов У группы лиц В эти минуты Поиск преступников Продолжается На этой дороге И в этом месте Может произойти Все, что угодно Прямо сейчас Мужчина позади меня Раздает указания Добровольцам У десяти пятнадцати Из них С собой Настоящее Огнестрельное оружие И боевые патроны Значит Какую-то машину Мы видим Подозрительную Что-то нам Не понравилось Там Что-то Что-то не так Все выскочили Подошли Чего как Уже по ситуации Решили Если вдруг Начали стрелять Еще что-то Все легли Сначала И дальше Слышите Я буду кричать Командовать Что-то Делать Знать не обязательно Наша задача Их найти Вот изначально И мы их будем искать И мы их Сука найдем Сели по тачкам Поехали Из машины Выходим Ребят Ты сейчас будешь На асфальте Лежать Несторг церемониться Не будь Несторг церемония